Здравствуйте! Я хотел бы поговорить сегодня о теме, очень волнующей меня как социального педагога. Это тема разработки и внедрения новых технологий в сфере патриотического воспитания. И самая главная направленность этих технологий. Сейчас много говорится о развитии региона, но, к сожалению, складывается такая ситуация, когда основная часть самой талантливой, самой активной молодежи уезжает. И, как нам кажется, проблема здесь связана не с экономической составляющей, а именно с культурной воспитательной. Современная молодежь просто не понимает, чем она обладает, какое историко-культурное наследие, какое богатство оставили нам наши предки. И самое главное, нет осознания и нет чувства хозяина. То есть, очень редко сейчас услышишь, когда молодежь присваивает себе такую категорию, как сибиряк или анич. Чаще всего эта категория им просто неизвестна, и они редко ее слышат. Это как раз недоработка системы воспитательной. И то, что делаем мы в клубе, внедряем эти технологии, конечно, этого недостаточно. Очень бы хотелось, чтобы это работало системно, чтобы направления, связанные с краевидением и с историей края, охватывали огромное количество молодежи. И эти направления были, самое главное, основаны на том материале и на том богатстве, которое нам оставлено. Хотелось бы, чтобы на эту проблему обратили более пристальное внимание и появились дополнительные ресурсы для реализации, внедрения, системного внедрения технологий, основанных на интерактивной составляющей, на игровой составляющей. Чтобы развивались такие направления, как этноспортивные, связанные с этно-двигательными особенностями и активностью, присущими именно нашему региону, вашему ландшафту, нашему климату. Поставили-то нам предки очень много. На самом деле, сибирский характер – это уникальное явление. 400 лет назад сюда пришли служивые люди, пришли казаки. И здесь были местные народы, очень сильное влияние из Азии. Произошло взаимопроникновение культур. И плюс очень сложный климат. Появился вот такой характер. Именно, во-первых, человек, который достаточно широко может смотреть на окружающий мир. Потому что, ну, как переплетение разных культур, разных религий. Это терпимость к друг другу. А с другой стороны, огромные территории – это универсализм. То есть, это умение выживать и находить выход в любых условиях. И, конечно же, эти качества очень ценятся во всем мире. Когда сибиряки уезжают либо в европейскую часть России, либо за границу, они сразу же отличаются. Потому что могут решать в процессе работы практически любые задачи. И самое главное – не бояться за них браться. И вот, к сожалению, вот этого осознания, тех качеств, того потенциала, который оставили наши предки, нам, современной молодежи, нет. А очень бы хотелось, чтобы они это понимали не только на интуитивном, а и на осознанном уровне. Ценили себя и с гордостью называли себя сибириками. Это было мое особое мнение. Минин Василий, социальный педагог и военно-исторический реконструктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова